Добрый день, уважаемые коллеги! Рада вас приветствовать на очередном своем вебинаре. И прежде чем я начну разговаривать конкретно по нашей теме, по созданию эффектных презентаций в сервисе Canva, как обычно, прошу вас, если возникают какие-то вопросы по теме презентации, если вы хотите задать какой-то вопрос о том, что я показываю, рассказываю прямо сейчас, пожалуйста, не стесняйтесь, прямо в чате я успеваю читать, я успеваю отвечать, и у нас с вами тогда будет полноценный диалог. И первый вопрос, который я хочу вам задать, это, собственно, сам сервис Canva. Насколько вы с ним уже знакомы? Понятно, что презентации в первую очередь для нас ассоциируются с инструментом PowerPoint, но на самом деле этих сервисов очень и очень много. Например, на компьютерах Mac – это Keynote, веб-сервисы – это Beautiful, Canva и очень-очень много других совершенно сервисов. И перед нами всегда стоит такой вопрос, а какой сервис нам нужно выбрать, какую программу мы должны взять? Чем больше инструментов мы знаем, тем, с одной стороны, мы свободнее в своей работе, с другой стороны, каждый раз перед началом работы со слайдами мы начинаем задумываться, а что же я открою на этот раз, а где мне будет быстрее, а где это будет удобнее. Сегодня я не буду вам говорить про инструментальный подход, то есть нажмите вот эту вот кнопку, перетащите вот сюда вот это изображение. Если вам нужно разобраться с сервисом Canva о том, как он работает, то вот по вот этой вот ссылке на нашем сайте «Сделано медиа» есть прямо конкретный мануал о том, как работать с презентациями. И вообще по Canva мы пишем довольно много инструкций, как создать красивый пост для социальных сетей, как создать анимированную графику и так далее. Эта ссылка, она активна в презентации, вы сможете, когда скачаете презентацию, перейти по ней и изучить какие-то основы. Ничего сложного в этом сервисе нет, он действительно хороший, удобный, и главное его достоинство – это шаблоны. Большое количество симпатичных дизайнов практически на все случаи жизни. Они их постоянно добавляют, постоянно обновляют в соответствии с модными трендами, и это очень удобно. Я использую Canva в первую очередь для приготовления раздатки. У меня на компьютере нет лицензионного программного обеспечения для того, чтобы работать с PDF-материалами. Поэтому красивые раздаточные материалы, дайджесты, какие-то учебные курсы, которые требуются вывести именно для печати, я их все собираю в сервисе Canva. Для чего же тогда нужны презентации в Canva? Я вам расскажу сейчас о трех сценариях, с помощью которых вы сможете сделать свою работу быстрее, а презентации эффектнее. То есть мы лезем в сервис Canva не просто так, а именно тогда, когда нам нужно выполнить один из этих трех сценариев. Сам сервис, конечно, он для использования бесплатный. У него есть некоторые платные функции, но про них я прямо скажу, когда мы дойдем до некоторых моментов. Шаблоны очень красивы и удобны даже в бесплатной версии. Да, действительно, это так. И ценно то, что бесплатных материалов пока что в сервисе больше, чем платных. Итак, первый сценарий, который я рекомендую именно для выполнения в Canva, это найти хороший дизайн для PowerPoint. Вы в качестве основного сервиса выбираете все-таки знакомый и привычный PowerPoint. Но для того, чтобы у вас был уже готовый дизайн, чтобы не собирать его с нуля, чтобы не подбирать цвета, не искать шрифты и так далее, вы можете выбрать готовый дизайн в Canva и взять его для PowerPoint. Второй сценарий. Я не скажу, что он очень частый, но даже в моей практике приходилось сталкиваться с тем, что у нас 15 минут, ты можешь быстро накидать презентацию, которую мы потом покажем на большом экране. И для создания, очень оперативного создания как презентации, так и любых других дизайнов, Canva годится, наверное, самым лучшим образом. Итак, второй сценарий. Создаем слайды за 15 минут до выступления. И, наконец, третий сценарий, в котором Canva незаменима, это ситуация, когда нам нужно встроить презентацию в сайт. Мы, конечно, всегда можем прикрепить ее как ссылку для скачивания, но если нам нужно, чтобы презентация листалась, чтобы она была развернута, например, на весь экран и при этом находилась на сайте, здесь тоже рекомендую обратить внимание на возможности сервиса Canva. Итак, по очереди. Начнем с первого. Будем искать хороший дизайн, который затем используем для PowerPoint. Упростим себе работу, заранее подберем и оформление, и макеты, и цвета, и, может быть, даже немного шрифты. Сам сервис Canva работает в первую очередь с шаблонами. Именно шаблон предлагает вам выбрать Canva каждый раз, когда вы заходите на ее сайт. Всегда можно выбрать шаблон полностью пустой, достаточно просто найти подходящие вам размеры. Можно подобрать шаблон, исходя из того, хотите вы работать на экране, или вам нужно сделать какие-то материалы для распечатки. Можно подобрать шаблоны по тематике. Так, презентации в Canva представлены исключительно размерами 16 на 9. Вы можете взять пустой шаблон, вы можете выбрать один из дизайнов, как на главном экране, так и выбрав пустой шаблон презентации, затем на вот этой вот боковой вкладке, где расположены все основные инструменты, в разделе «Шаблоны» посмотреть, что вам может предложить Canva. Итак, еще раз, как найти шаблоны? Либо нажать на большую голубую кнопку «Создать дизайн», выбрать раздел «Презентации», покрутить и найти то, что вам симпатично, либо точно так же создать дизайн, презентации, выбрать пустой макет, и у вас откроется окно редактирования. В левой его части находится панель инструментов. Она разделена на вкладки. Самая верхняя вкладка – это именно шаблоны. Шаблоны разделены по темам. Например, шаблоны экологические, шаблоны маркетинговые, шаблоны яркие. Но если покрутить немного вниз, дальше пойдет вот такая вот лента, все результаты, где будут уже перечислены все презентации по порядку. Да, этот сервис русский, русскоязычный, и в нем очень удобно работать, тем, что не приходится задумываться, как переводится то или иное название. Но все шаблоны, конечно, сделаны с английскими текстами. Из этого может быть небольшая заминка со шрифтами, хотя большинство шрифтов тоже имеют в написании кириллицу. Итак, вы открываете шаблоны, просматриваете и пытаетесь подобрать тот, который подойдет вам больше всего. Если вы кликните на картинку одного из шаблонов, вы увидите его состав. То есть он не применится автоматически, а сначала покажет вам все страницы. Обычно в шаблонах презентации от 10 до 25 страниц. Чаще всего встречается на 15 и на 25 страниц. Это значит, что у вас в руках до 25 шаблонов расположения информации. Я открыла один из шаблонов сейчас, как вы видите на экране. Если мне он чем-то не понравился, вот здесь вот я нажму крестик и снова вернусь ко списку всего шаблонов. Ниже находится кнопка «Применить 25 страниц». Если я ее нажму, у меня сразу создается презентация, где будет 25 вот этих страниц. Либо я могу кликнуть на одну страницу, и она автоматически добавится в мою презентацию. Шаблоны, в принципе, в канве довольно разнообразны. Сейчас я покажу вам несколько примеров и прокомментирую, чтобы вы понимали сразу, чего ожидать от сервиса. Итак, первый вариант. Обратите внимание, что все шаблоны канвы сделаны с чередованием дизайна. Здесь всего лишь два цвета – красный и желтый. И по очереди у вас будут слайды с красным фоном, слайды с желтым фоном. А вот, например, в этом макете желтый и черный. Точно так же желтый фон, черный фон. Но если предыдущий макет преимущественно был выровнен по центру, даже вот этот вот слайд, сейчас я его обведу, даже вот этот вот слайд, он симметричный абсолютно. Этот макет стремится именно к симметричности, как взвешенности, то второй шаблон презентации предлагает разные варианты деления пространства слайда. Здесь варианты, взвешенные по центру, тоже существуют, но большая часть – это шаблоны, где информация сдвинута либо влево, либо вправо. То есть одна часть больше, чем другая. Вот такие вот асимметричные шаблоны, на мой взгляд, смотрятся, конечно, гармоничнее. И на них, по моему опыту, удобнее располагать большой объем текста. Кстати, да, я считаю, что шаблоны презентации канва не очень подходят для выступления. Для меня вот под мою манеру рассказа, под мою манеру ведения тех же вебинаров, эти слайды кажутся слишком перегруженными информацией. Но если мы готовим эту презентацию для того, чтобы человек просмотрел ее самостоятельно на компьютере или просмотрел ее на сайте, то они подходят наилучшим образом. Поэтому внимательно смотрите, пожалуйста, на шаблоны, на макеты страниц, будет ли вам удобно с ними выступать. Вот следующий шаблон. Здесь тоже 25 страниц, часть из них перед вами на экране. И здесь уже чередование трех цветов. Черный-розовый, черный-голубой. Несмотря на то, что макет кажется таким несерьезным, я видела, как его с небольшими изменениями цветов используют на выступлениях, например, по дата-журналистике. И в контексте рассказа он смотрелся очень и очень неплохо. И, наконец, еще один шаблон. Наоборот, он поспокойнее, посдержаннее. Здесь уже используются фотографии, тогда как в предыдущих в основном была графика, иллюстрации. То здесь шаблон с упором на фотографии. Об этом всегда говорит нам первый слайд. Даже посмотрев на самую первую обложку нашего шаблона, можно понять, на чем он основан на фотографии, на картинках, на тексте, на ярких акцентных цветах. Здесь очень красивый гармоничный шаблон. Мне нравится то, что у него большое разнообразие страниц. И можно грамотно расположить информацию и найти слайды для максимально большого объема текста, например, с небольшой фотографией справа. Или, например, слайды для создания визитки. Да, в каждом шаблоне канвы обязательно есть слайд для создания визитки. Итак, вот основные отличия шаблонов. Сколько в них цветов, сколько в них чередований шаблонов страниц, фотографии или иллюстрации. Для презентации по экономике и банковскому делу у меня на вебинаре примеров нет. В сервисе Канва, да, примеры есть, их довольно много. Вы можете поискать прямо по ключевому слову, например, экономика, и посмотреть, что он вам выдаст. Прежде чем подходить к выбору шаблона для сервиса Канва, я прошу вас задать себе несколько вопросов. Какие именно типы слайдов вам требуются? Когда мы работаем с презентациями, мы, конечно, со структурой работаем в первую очередь. То есть продумываем, какие нам нужны слайды. Нужны ли нам слайды с эмоциональной перебивкой? Нужны ли нам слайды с большим количеством текста? Слайды со сравнениями? Выбрать вы можете, конечно, только часть слайдов. Посмотрев на весь макет, вы можете применить только часть. Для этого нужно просто, не понравившийся вам макет, перетащить мышкой. Итак, обложка, текст плюс картинка, организованный текст, одна картинка. Да, я смотрю, что это самые типичные слайды. Большинству из вас, конечно, нужны слайды с текстами, с текстами и картинками. Это вот такие вот типичные варианты. При этом обратите, пожалуйста, внимание, какой бы вы ни выбрали макет, если вам нужно поставить иллюстрацию, фотографию, как правило, ее лучше ставить полноформатной. Про это мы уже говорили на одном из прошлых вебинаров. И, в принципе, в любой из этих макетов вы можете поставить слайд с полноэкранным изображением. Это совершенно не испортит общую структуру презентации. Если вам нужна картинка, не полностью занимающая размер слайд, то ее нужно вставлять в макет, смотреть, на какую страницу она лучше подходит. Если вы ставите презентацию, картинку от края до края, занимающую весь экран, она прекрасно впишется в любой из этих шаблонов. Так, можно ли добавить видео? Да, видео добавить можно. Я покажу немножко позже. Итак, вы составляете список слайдов, которые вам потребуются. Возможно, у вас окажется что-то специфическое, и тогда об этом нужно задумываться отдельно. Или же ваша структура слайдов не очень подойдет для какого-то шаблона. Я покажу вам пример с текстом. Вот этот шаблон. Он посвящен моде, но это, конечно, все очень легко меняется. Здесь текст расположен справа. Он не четко структурирован. То есть вы можете вписать сюда и два пункта, и четыре пункта, и просто пять отдельных строчек. То есть здесь текстовое поле никак вас не ограничивает. Вы можете уместить сюда столько информации, сколько считаете нужным. А вот в этом же шаблоне, вот такой вот макет страницы, предполагает только четыре плашки для текста. Если вы поставите три плашки для текста, вам придется перетаскивать мышкой вот эти блоки, ровнять их вручную, потратить намного больше времени. А нам конва нужна не для того, чтобы тратить больше времени. Конва нужна как раз для того, чтобы упростить нам жизнь. И поэтому, если ваш текст не разбивается вот так вот на четыре карточки, то конкретно этот макет из шаблона вам не подходит. И лучше информацию, например, разместить вот на таком макете. В конве очень просто поправить текст, написать то, что вам нужно. В конве очень просто заменить иллюстрации, найти и подставить те, которые вам нужны. В конве очень просто поменять цвета, но изменять макеты в презентациях не так уж и быстро, и может получиться не так аккуратно, как вам бы хотелось. И еще одна такая хитрость для тех, кто с конвоем плотно не сталкивался, обычно вызывает недоумение, такой вопрос. Если я нашла два шаблона, в одном мне нравится обложка, а в другом мне нравится визитка, как я могу использовать вот эти два шаблона одновременно? Вы можете добавить в свою презентацию страницы из разных шаблонов. Вы просто открываете по очереди разные шаблоны и мышкой перетаскиваете разные страницы. Но если вам нужна не полностью страница, а только какой-то конкретный блок, например, интересно обрезанная фотография или симпатичные иконки социальных сетей, для этого вам нужно открыть два окна редактирования. В одном один шаблон, в другом другой шаблон. То есть у вас в браузере будет просто две вкладки. И тогда из одной вкладки вы можете информацию выделить мышкой, нужные вам блоки, Ctrl-C, перейти на другую вкладку, Ctrl-V. И таким образом между двумя отдельными окнами вы спокойно перенесете информацию. Материалы в конве под свободной лицензией или есть ограничения для использования? В конве прописаны, какие материалы для какого использования. Я тоже покажу это немножко позже. Размещение картинок в конве не нарушает презентации, смотря что имеете в виду под картинками. Если вы имеете в виду большие полноформатные фотографии, то одна фотография на один слайд, они будут смотреться хорошо. Если вам нужно разместить картинку не целиком, то есть какую-то часть изображения, ее нужно вставлять в макет. При перетаскивании мышкой изображение, оно прилипает внутрь отведенного для него места. И просто вы мышкой его вводите и смотрите, куда оно и как прилипает, как оно встает. Предположим, я посмотрела, какие мне нужны страницы и решила, что помимо обычных обложки, текста, текста и картинок, мне нужно вставить еще и инфографику. Я ищу шаблоны для инфографики. В конве их можно найти вот по вот этому запросу, который написан на экране. «Презентация с визуальными графиками». У вас появится вот такая вот страница выдачи. Здесь каждый вариант – это один тип графиков. Например, верхняя строчка – это внутренние страницы шаблона с круговыми диаграммами. Нижняя строчка – это внутренние страницы шаблона с диаграммами Эйлера. Вы просто смотрите, что вам нужно, какую именно инфографику вы хотите разместить и открываете эти страницы. Набор довольно хороший. Мне особенно нравится то, что здесь есть таймлайны, что здесь есть очень хорошие шаблоны процессов. Их можно сразу не вставлять в PowerPoint, а сразу уже вот такой готовый стиль найти, забрать его в готовую презентацию в конве и в PowerPoint уже получить полностью готовую выдачу. Это тоже, с моей точки зрения, очень удобно. Так, ну а теперь самая главная фишка. Вот мы собрали наш шаблон, накидали те страницы, которые нам нужны. Может быть, уже разместили на них какую-то текстовую информацию или хотя бы пока просто примерили, что и где вам нужно. И теперь нам нужно забрать эту визуальную информацию в PowerPoint. Для этого в конве предусмотрен экспорт. В окне редактирования в правом верхнем углу есть кнопка «Скачать» и вот такой вот блок для выбора формата. Сейчас в нем написано слово «Презентация». То есть по умолчанию ваша презентация сразу включается на весь экран в режиме демонстрации. Если вы нажмете на стрелку, на вот эту вот галочку справа, то у вас выпадет меню форматов. И здесь, как вы видите, есть строчка Microsoft PowerPoint. У вас скачивается презентация в формате .docx, которая спокойно открывается в PowerPoint, и все ее элементы будут редактированы. В инфографике допустима редакция или накладка файлов Excel, графиков и диаграмм. Редактировать можно. Файлы Excel нет, невозможно импортировать. Я скачала вот эту презентацию в формате PowerPoint и открыла ее у себя в режиме редактирования. Как вы знаете, файлы, скаченные из интернета, требуют сначала подтверждения, что вы разрешаете их редактировать. Наверху PowerPoint у вас будет плашка с кнопкой «Разрешить редактирование». И вот после того, как я разрешила редактирование, у меня все элементы стали редактируемы. Каждый из них можно взять по отдельности. Обычно конва какие-то блоки информации группирует. Например, у меня весь текстовый блок был сгруппирован. Я выделила его, разгруппировала, и теперь по отдельности могу изменять, перетаскивать, редактировать каждый отдельный контейнер с информацией. Как видите, это очень удобно. Сразу все, что вы сделали, сразу у вас есть на экране. И текст вы можете вписывать свой не в конве, а уже в привычном вам окне редактора PowerPoint. Так, по вот этому сценарию, какие еще вопросы у нас остались? Как разгруппировать? Вы щелкаете на объект, и, например, правой кнопкой мышки «Группировка. Разгруппировать». Или во вкладке «Формат» у вас тоже есть кнопка «Группировка», и там просто выбрать пункт «Разгруппировать». Еще задавали вопрос про видео. Так вот, тут плохая новость. Если у вас в презентации есть анимация или видео, то они не перенесутся в PowerPoint. Переносится только сам дизайн. А все вот эти интерактивные вставки уже не перенесутся, они просто удалятся. И, например, если у меня в конве есть вот такой вот сейчас выделенный голубым, я еще раз обведу, элемент, он анимированный. То есть вот это вот подчеркивание под именами, оно появляется как анимация. Вот этого контейнера, вот этого конкретно элемента при переносе в PowerPoint у меня не будет. Чтобы понять, есть ли в шаблоне анимация или видео, надо посмотреть, есть ли на нем вот такой вот значок в левом верхнем углу. Так, можно ли официальный адрес? Официальный адрес конвы? Секундочку, я добавлю. Так, внутри конвы можно ли сделать анимацию? Да, если вы работаете с самим шаблоном, и вы будете выводить его, например, для сайта, то анимация сохранится. Но самому сделать и настроить анимацию невозможно. Можно взять только готовые элементы, которые уже дизайнеры конвы сами анимировали. И еще их нужно знать, где искать. Я очень долго ковырялась, прежде чем сообразила, что большая часть анимации лежит в разделе. Сейчас я вам даже прямо покажу, потому что это очень долго искать. Так. Анимация лежит в разделе вот здесь вот элементы. В элементах линии. И в линиях нужно несколько экранов листать вниз, прежде чем вы не найдете анимированные элементы. Найти их довольно тяжело. Так. Мою презентацию PowerPoint читать с картинками отказывается. Оставил только текст. Давайте я сейчас еще в ресурсе еще одну презентацию покажу. Она сохранена в виде картинок. Попробуйте скачать и просмотреть ее. Итак, еще раз. Где найти, какие линии? Тут довольно сложно. Нужно открыть новый документ в конве. И вот в боковой вкладке, здесь у нас шаблоны, фото, элементы, текст. Вот по вот этому перечню пройти. Найти раздел элементы. Найти в элементах раздел линии. И в линиях нужно листать вниз, пока вы не увидите анимированные линии. Так, презентацию, сделанную в конве, можно ли использовать как готовый продукт для презентации? Конечно. Этому посвящен сейчас наш второй сценарий. И я отвечу на последний вопрос. Интерактивный плакат. В конве интерактивный плакат создать невозможно. Интерактивное изображение – это сервис «Гениали». Так, а мы добрались до второго сценария. Как правило, это редкая ситуация, но иногда она возникает. Создать слайды за 15 минут до выступления. Может быть, так как я объясняю, кажется сложным, но попробовать. Тут нужно просто попробовать и влюбиться в этот сервис, потому что в чем-то он действительно упрощает нашу жизнь. Если нам нужно создать слайды за 15 минут до выступления, вполне возможно, что у нас не будет даже под рукой нормального компьютера. И это мой опыт, то, что я делала на самом деле. Это работа в мобильной версии конву. Это обычное приложение под Android. У нас открывается как обычное приложение. Выглядит практически так же, как конва в браузере. И никаких урезанных функций по сравнению с браузерной версией в мобильной версии нет. Здесь точно так же те же самые шаблоны вы можете найти. У вас здесь будут сохранены все те презентации, которые вы делали уже со своего компьютера. И любую из них можно будет открыть и отредактировать, начиная от текста и заканчивая дизайном, заменой цвета, поворотом фигур, добавлением каких-то фотографий. Мобильная версия в освоении такая же простая, в принципе, как и веб-версия. Единственное, что у меня, например, толстые пальцы, я не всегда попадаю туда, куда мне нужно попасть. Чем еще удобен именно сервис-конва для того, чтобы создать презентацию быстро? Тем, что все мультимедиа находятся здесь в одном месте. Посмотрите вот на эти три раздела. Первый раздел – это фото. Здесь очень хорошая коллекция фотографий с фотостока, но проблема в том, что значительная часть из них платная. Во-вторых, проблема в том, что фотостоковые изображения, они, как правило, недостаточно эмоциональны. Я знаю, что многие из вас предпочитают как раз картинки, иллюстрации, презентации ставить эмоциональные, смешные, затрагивающие. Таких в конве очень и очень мало. Следующий раздел – это музыка. Я, честно, перед началом вебинара глубоко погуляла по этому разделу, но не нашла там платной музыки. Музыки немного, но вся, которая здесь представлена, она бесплатна. И вы можете поставить хороший музыкальный фон, если он вам требуется. И, наконец, раздел с видео. Среди видео есть несколько платных, но, опять же, их намного меньше, чем бесплатных. Это очень красивые видеофоны. Например, где-то есть космические, плывущие галактики, где-то есть абстрактные фоны. И это тоже хороший вариант, если вам нужно поставить анимированную презентацию, например, на сайт. Чем хорошо? Тем, что у вас как раз свобода творчества. Хотите с музыкой, хотите с видео. Да, на телефоне нужно привыкнуть. Я согласна. Итак, какие проблемы с изображениями мешают обычно мне в работе с конвой? То, что малоэмоциональные картинки я сказала, про то, что они в большинстве своем платные, я тоже уже сказала. Вот так будет выглядеть изображение, которое находится в платном доступе. На нем будет появляться логотип канвы и вот такая вот сеточка. Это если она уже стоит в презентации. Если вы еще ищете картинки в каталоге канвы, то на них будет написано либо PRO, либо стоять корона, либо написана цена в долларах. На бесплатных прямо так и написано русскими буквами «бесплатно». Так, вывести с телефона на другое устройство несложно. Подождите немного, сейчас я покажу. Итак, вот вы взяли презентацию. В ней уже есть какие-то изображения, поставленные по умолчанию. И если вы эту презентацию попробуете скачать, для того, чтобы работать с ней в дальнейшем в PowerPoint, у вас выпадет вот такое вот окно. То есть он сразу предложит вам оплатить вот эти вот поставленные изображения. При этом, если вы используете вот такие платные изображения не для презентации, а, например, для PDF-файла, у вас скачается без проблем, просто будут водяные знаки. А вот именно в PowerPoint для редактирования бесплатно она вам скачать не даст. Все очень просто. Я захожу на слайд, где эти платные изображения, и просто их удаляю, оставляю вместо них пустые места. Туда я уже при необходимости поставлю свои картинки. Или же я сразу в конву подгружу свои изображения. Они просто перетаскиванием картинки в окно редактирования просто подгружаются мои собственные картинки, и я поставлю их туда, где мне это необходимо. Но в отличие от фотографий, в отличие от изображений, в конве очень просто и удобно работать с цветом. Сначала я должна сказать, что вы можете просто найти презентацию по конкретному цвету. Например, у вас такой цветовой код конференции – желтый. И вы можете сразу подобрать презентации, выполненные в желтых цветах. Там и фотографии будут в желтых оттенках, и основные цвета будут в желтых оттенках. Это очень удобно, если, опять же, у вас нет времени на то, чтобы работать прямо отдельно с дизайном. Во-вторых, каждый элемент вы можете изменить по цветам. Например, я открыла вот эту презентацию. Она крупная, она яркая, но она прямо грудеглазная. Зеленый, оранжевый и желтый – очень насыщенные цвета, и мне даже в окне редактирования смотреть ее тяжело. Если я выделю какой-то элемент мышкой, то вот на верхней панели редактирования, а здесь, как в Photoshop, и здесь, так же, как в PowerPoint, все кнопки редактирования находятся вот на этой верхней панели. На панели редактирования есть цветной квадратик. Это как раз окно палитры. Щелкнуть на него, у вас открывается вот это вот левое окно палитры. Во-первых, вы можете сами подобрать тот цвет, который нужно. Во-вторых, вы можете выбрать любой из цветов по умолчанию. Это такие вот базовые цвета. И, наконец, есть цвета документа. Все цвета, которые применены в этой презентации, все будут находиться вот в этом среднем разделе. Вы в любой момент можете найти любой нужный цвет. Так, на Canva.com выдает скомпрометированный аккаунт. Да, была такая ситуация. Да, Canva очень долго и настойчиво после этого просила всех сменить пароли. 2019-й год, да, все верно. Я под это все попала, конечно. У меня был аккаунт, и не только личный, но и рабочий. Но мы после этого не видели, чтобы у нас какие-то всплывали. Говорят, что после этого инцидента они, конечно, усилили меры по безопасности. Как убрать ненужный и добавить нужный цвет? Нужный цвет сохраняется автоматически вот здесь вот в палитре цвета документы. Убрать ненужный – это просто перекрасить элемент в какой-то другой оттенок. Если у вас не останется в презентации элементов этого цвета, автоматически значок цвета пропадет из палитры. К тому же, вот здесь вот в палитре очень и очень удобно искать по цвету. Например, вы хотите сделать презентацию фиолетовой. Вы просто в строке поиска забиваете цвет. Посмотрите еще раз. Вот здесь вот в окне палитры сверху есть строчка поиска цветов. Я написала слово «фиолетовый», и он мне выдал сразу подходящие палитры, где есть хотя бы один фиолетовый цвет. И я просто перекрасила так, как сочла нужным. Как видите, цвета, которые я использовала, автоматически добавились в цвета документа. Но это еще не основная фишка. Это, подумаешь, просто мы добавляем новые цвета. На самом деле есть еще более симпатичная вещь. Если я возьму слайд и добавлю на него какую-то фотографию, то через некоторое время канва в палитру добавит цвета с фото, подборку из пяти основных оттенков фотографии. И я смогу оформить презентацию в тех цветах, в которых у меня сама фотография. Это очень удобно, и функцию добавили не так давно, и я с тех пор не могу просто нарадоваться. Ну и, наконец, последняя вещь, которая убыстряет вашу работу, это быстрое копирование стиля. На верхней панели инструментов есть вот такой вот малярный валик. Когда вы выделяете какой-то элемент, вы можете нажать на эту кнопку, и у вас скопируется стиль. Потом просто, как в PowerPoint, вы вклеиваете этот стиль на те элементы, на которые вам нужно. Но в отличие от PowerPoint, здесь нельзя заблокировать копирование стиля, и каждый раз придется нажимать эту кнопку заново, чтобы перенести оформление одного элемента на другие. Ну, а теперь самый главный вопрос. 15 минут прошло, презентацию вы сделали, и теперь вам нужно ее запустить. Что вы можете сделать? Во-первых, запустить саму презентацию с вашего устройства. Если у вас в руках ноутбук, то вы просто нажимаете в правом верхнем углу на слово «презентация», выбирайте, как именно вы хотите сделать переход между слайдами, плавные, чтобы просвечивали, чтобы был какой-то симпатичный эффект, какой режим вам нужен, презентация на одном экране, который вы будете переключать мышкой, презентация с автовоспроизведением, или же режим докладчика. Как сохранить презентацию именно в конве, чтобы сохранить анимацию? Это в третьем сценарии я покажу, да, как это можно будет сделать. Примеры моей презентации, ну вот, в принципе, с любого вебинара. Или вам нужно именно в конве показать. Итак, я выбираю режим презентации, я запускаю, например, в режиме докладчика. У меня на экране появляются два окошка. Левое окно – это докладчик, то, что буду видеть я. Правое окно – это окно аудитории. Я должна его перетащить, например, на второй монитор, на экран проектора, и уже развернуть там в полный формат. Итак, презентация копируется на флешку, если вы скачаете ее в формате PowerPoint. А вот в таком формате она у вас либо из самой конвы открывается, и вы можете работать здесь, например, в привычном вам режиме докладчика, в том числе с заметками слайда. Либо второй вариант – эту же самую презентацию вы можете скопировать ссылку и скинуть кому-то ссылкой. Человеку не обязательно иметь аккаунт конвы для того, чтобы посмотреть вашу презентацию. Например, если вы сделали ее на телефоне, вы ссылку просто-напросто отправляете ответственному за техническую сторону вопроса, и он открывает презентацию. Так, секундочку, у меня подвисло, сейчас вернемся. И вот так вот на полном экране она будет выглядеть, можно будет ее листать кнопками слева или справа. То есть этот вариант, когда презентация не покидает конвы, когда вы все делаете в самом веб-редакторе или в мобильном редакторе, и уже показываете либо со своего устройства, либо человек открывает ее по ссылку. Для просмотра презентации с конвы нужно подключение к интернету. Да, она откроется как отдельная веб-страница. Если нужно без интернета, то скачайте в формате PowerPoint, перекиньте на нужное устройство и откройте уже там. Вам не кажется с образцом, да? Тут как автор, как дизайнер этого текста видел, я так его и оставила, не стала над ним издеваться еще больше. Ну и, наконец, третий вариант. Нам нужно встроить презентацию на сайт. Это единственный способ сохранить анимацию в презентации. В этом случае мы получаем интерактивный контент, который вы можете уже при необходимости встроить на свой сайт или еще лучше создать свой мини-сайт на основе этой презентации. Предположим, у нас уже есть готовая презентация, которую мы сделали в формате PowerPoint. И теперь мы хотим, чтобы она у нас стояла на сайте, чтобы она у нас удобнее не сталась, при необходимости люди могли ее скачивать. Я сохраняю презентацию как набор картинок. То есть PowerPoint создает мне папку, в которой каждый слайд лежит в формате JPEG. Затем я беру эти слайды и просто загружаю их в сервис Canva. Как я уже говорила, для этого достаточно просто мышкой перетянуть изображение на открытое окно Canva. И вот сразу в слайде, как вы видите, добавились у меня. Это отдельный контейнер, отдельная папка для хранения именно ваших файлов. То есть Canva для вас создает папку размером до 2 GigaPyte, куда вы можете скидывать свои картинки, свои рисунки, свои необходимые материалы. Даже если вы хотите загрузить видео, у вас есть такая возможность. Главное не превышать вот этот вот лимит в 2 Гигабайта. И затем уже вот эти вот картинки вы можете использовать в своем дизайне. Я просто беру теперь картинку каждого слайда и перетаскиваю ее на пустое поле презентации. Она разворачивается во весь экран. И вот у меня моя же презентация из PowerPoint перенесена в Canva. Так, файлы каждой в отдельности или в папку все слайды. Смотрите, вы сохраняете PowerPoint. Когда вы выбираете режим сохранения в PowerPoint как картинки, он вам создает папку, внутри которой лежат слайды. Вы можете все эти слайды выделить и перетащить их одновременно. Или только те, которые вам нужны. Отдельную папку для каждой презентации Canva создавать не будет. Она просто бросит в загрузку. Создавать отдельные папки для загружаемых материалов можно только на платных аккаунтах. Без платного аккаунта будет вот такая вот свалка, как у меня, фотографии, документы и слайды в перемешку. Давайте разберемся еще раз. Сейчас мы говорим про то, что мы можем загрузить наши готовые слайды уже в Canva. Чтобы мы не можем взять файл Microsoft PowerPoint и перетащить его в Canva. У нас так не откроется презентация. Поэтому мы презентацию сохраняем как набор картинок. Для своих вебинаров я, например, так их и сохраняю, чтобы наша вебинарная комната не ломала мои шрифты, не ломала мое оформление слайдов. Я сохраняю всю презентацию в виде картинок. Например, вот здесь 53 слайда. Значит, у меня будет папка, в которой лежат 53 картинки. Теперь я эти картинки могу просто вставить в Canva, как обычное изображение. Я перетаскиваю их мышкой на окно Canva, проверяю, чтобы они заняли все пространство слайда от края до края. То есть не маленькая картинка была, а заняла весь слайд. И у меня получается, что я свою презентацию с PowerPoint перенесла в Canva. Теперь, когда у меня есть вот эта презентация, я могу работать с ней дальше или добавить мне какие-то неинтерактивные, а анимированные элементы. То есть анимацию, видео, потому что в формате вставки на сайт вся анимация сохранится. Нет, из них не нужно монтировать. У вас уже готовые слайды, вы их уже сделали в PowerPoint. Теперь их просто нужно в правильном порядке поставить в Canva, и все. То есть вы уже взяли, например, презентацию, которую делали 3 года назад. Вам начальство говорит, у вас такая хорошая презентация была на выступлении, давайте мы ее поставим на сайт и покажем, как прекрасно вы работаете. И чтобы поставить презентацию на сайт, вы ее просто конвертируете в картинки, загружаете через Canva и присылаете вашему администратору сайта ссылку, которую он ставит на сайт, и все уже сразу работает. А вы можете презентацию в PowerPoint поставить напрямую на сайт, чтобы она листалась. Для просмотра презентации с Canva нужно подключение к интернету, да. Для просмотра прямо из сервиса Canva нужно подключение к интернету. В Canva очень легко менять порядок картинок. Вы можете их просто перетаскивать мышкой, вы можете нажимать на кнопки вот здесь вот вверх-вниз, я их обвела, или как в PowerPoint включить режим миниатюр, то есть будет множество миниатюр, и уже там мышкой перетаскивать так, как вам потребуется. Итак, мы загнали нашу презентацию в Canva, и теперь хотим ее вставить на сайт. У нас есть два варианта. Первый вариант, если вам вообще нужен сайт на основе этой презентации. Предположим, я хочу сделать вот такую вот сайт-визитку, у меня есть презентация, в которой мою портфолио собрано, и я хочу сделать вот такой вот мини-сайт-портфолио. У меня есть четыре варианта. Презентация, прокрутка, классическая навигация и стандарт. Сейчас я покажу, как будет выглядеть одна и та же презентация в этих четырех вариантах. Первый вариант – это презентация. У вас открывается сайт на серверах Canva, и здесь вы можете листать слайды кнопками влево и вправо. Ничем не отличается от обычного режима презентации. Второй вариант – прокрутка. Слайды становятся в четком порядке сверху вниз, и вы просто скроллите мышкой, и у вас как будто целый сайт, собранный воедино сайт, который просто можно пролистывать. Следующий вариант – классическая навигация. Каждый слайд – это отдельная страница сайта, будет меню, и в меню можно будет переходить на ту или иную страницу. И, наконец, последний вариант – стандарт. Это комбинированный вариант. Есть меню, и можно по нему переходить на страницу, и в то же время можно без меню просто мышкой прокрутить сверху вниз. Canva можно ли вставить в Teams? Не знаю, не пробовала. Можно ли поставить презентацию в ВКонтакте? Только ссылку на нее, как интерактивный элемент ВКонтакте не берет сторонние сайты. И последний вариант – если у вас уже есть готовый сайт, например, сайт вашей библиотеки, я делала так презентации к юбилеям писателя, просто когда готовила презентацию, искала в меню сохранения вот эту строчку «Встроить», копировала отсюда код, отправляла администратору, он ставил код на сайт, и у нас вся красота была сразу работающая и доступна. Самое главное было для администратора, что от него ничего не требовалось, ему сразу присылалась готовая ссылка. Смогут ли скачать слушатели с Canva такую презентацию или только смотреть? Давайте я вам покажу. Вот я вставила сейчас ее на сайт, это сайт на WordPress. Я вставила саму презентацию, она здесь в отдельном плеере, в фирменном плеере Canva, пролистывается кнопками влево-вправо, и вот у нее в правом нижнем углу кнопка, по которой можно сам ресурс скачать. Можно ли экспортировать презентацию в Canva с возможностью редактирования? Нет, такой вариант, к сожалению, не получится. Да, в Moodle точно вставляется прекрасно, это я знаю. В ЖЖ, да, насколько я правильно понимаю, в ЖЖ вставится презентация, это будет нужен вот верхний вариант, HTML-ссылка, а на Medium и на WordPress ставится вот эта вот вторая ссылка, просто через раздел «Внешние ресурсы». Вы вставляете ссылку, и WordPress автоматически ее вставляет в виде красивого плеера. Так, правильно ли я поняла, что Canva в последнем случае нужна только для размещения на сайте? Да, в последнем случае Canva только нужна для того, чтобы вы могли вставить на сайт. Но если вы ее удалите, то и на сайте она автоматически удалится. Дело в том, что вставлены на сайт презентация и презентация в Canva между собой связаны. Например, у вас изменилось название или подчинение университета. Вы заходите в свою презентацию, меняете одну-две строчки текста, и автоматически у вас на сайте эти изменения вносятся. Поэтому удалять нельзя, должна сохраняться презентация. Но ограничений на количество презентаций, которые вы можете держать в Canva, у вас нет. Если вам нужно 15 презентаций, 15 одновременно. 115, значит 115. Можно ли защитить от скачивания? Такой настройки в бесплатной версии нет. Возможно, она есть в платной. В Google документах я знаю такую настройку, но вот в Canva, в бесплатной версии у меня ее, к сожалению, не было. Возможно, можно поставить настройки на самом сайте. Если вы встраиваете на сайт, то на странице сайта можно задать такие настройки. Например, у Tilda есть блок, который запрещает копирование контента со страницы. В группу контакта можно вставить презентацию, сделанную в Canva. Вы можете вставить ссылку на презентацию. Она не откроется как интерактивной. Нужно будет нажать по ссылке, когда переходят на сайт Canva люди и могут там просматривать. А так, чтобы в самом контакте листалась презентация, такого сделать невозможно. Сколько презентаций можно создать в Canva? Я не встречала ни одного ограничения на количество дизайнов. У меня на некоторых аккаунтах больше сотни дизайнов создано, и никаких ограничений я пока не видела. Да, это бесплатные аккаунты, и не ограничено. Ограничения на бесплатном аккаунте вы можете все свои дизайны, все свои презентации рассортировать только по двум папкам. То есть, либо все в кучу, либо две папки для сортировки. Большее количество папок уже только на платном аккаунте поддерживается. Так, повторите, пожалуйста, как создать презентацию именно в Canva, как сохранить презентацию в Canva, чтобы сохранить анимацию. Для этого нужно презентацию не сохранять, а давать ссылку на презентацию. Тогда она будет показываться с анимацией. То есть, экспортировать, скачать ее себе на компьютер с анимацией не получится. Так, какие еще есть подобные сервисы, позволяющие встраивать и демонстрировать видео и звук, выкладывать на сайте? Ну, наверное, YouTube самый бесплатный, но я не скажу, да, что он самый простой и удобный, с ним все-таки нужно разбираться. И в YouTube можно создавать слайд-шоу, там есть поддержка этой функции. Мультимедийные вставки и анимация сохраняются, если вы вставляете презентацию вот так вот напрямую на сайт или прямо из Canva показывать ее на экране. В этом случае вся анимация, все видео сохраняется. При скачивании сохранить это невозможно. То есть, только с сервисов Canva показывать. Постаралась выбрать шаблон и сохранить его в PowerPoint, то есть, мне требует оплату 25 долларов. Пройдите, пожалуйста, по всем слайдам, найдите изображения, которые зачеркнуты такой сеточкой, платные изображения, удалите их просто и попробуйте скачать презентацию еще раз. Если 25 долларов, то, скорее всего, 25 изображений, защищенных авторским правом. Да, Colomeo, Beautiful, не скажу сейчас точный адрес сайта, тоже поддерживает возможность вставлять презентацию. Тот же Geniali, в котором можно сделать интерактивные картинки и интерактивные презентации. H5P, тоже интерактивные презентации позволяют вставлять. Вопрос только в том, какой инструмент именно вашу работу сделать быстрее и удобнее. Спасибо вам большое за внимание и за то, что вы активно задавали вопросы. Мне очень приятно, как обычно, с вами было вновь встретиться и пообщаться. И в этом треке, в этом году остается еще один вебинар. Продолжение следует... Продолжение следует...